Друзья, всем привет! Сегодняшний рабочий день я решил начать с посещения Генеральной прокуратуры. Здесь я не зря нахожусь, так как у меня в последнее время этот государственный орган, надзирающий государственный орган, вызывает множество нареканий. И сейчас, в ближайшие несколько минут, о том, как работает Генеральная прокуратура. Я, знаете, хотел этот, с исполнителем созвониться и встретиться. Вот он мне, короче, ответ предоставил. Вот телефон стоит, 20 лет там, в Франциско. Самое интересное, что я до него из городского не могу дозвониться. Флэшик есть у вас по себе? Флэшик вы еще еще? Нет, такого нет. Смотрим, тоже надо его доставить. От чеки, кстати. Нельзя, да, брать? Даже если ты юрист, адвокат и все остальное? Типа этот, антитеррор, да? Из-за этого нельзя? One hour later Ну что, друзья, что я требовалось доказать? Да, господина Шектибаева, который мне подготовил вот этот вот ответ. Я не дозвонился, руководство, здесь вот, генеральная прокуратура, его также не нашли. С ним я не поговорил, личный прием с ним не состоялся. Встретился я с прокурором по фамилии Еляманов. И он сказал, что вот этот ответ, он дан мне по существу обращения. Говорит, не басажок, не аяхажок. Дэнстимиген. Ну вот так вот, если получается на местах помощники генерального прокурора так отзываются об этом надзирающем органе, то какие-то комментарии здесь будут абсолютно лишними. Коротко о сути моего обращения. Следственное управление окончило производство по уголовному делу. Оставалось только направить его в суд. Дело арестантское. Но после окончания ознакомления с материалами его как-то очень странно прекратили. После того, как состоялось вот такое вот незаконное решение, на наш взгляд, мы обратились в антикоррупционную службу. Естественно, у них возникли вопросы, и они эти вопросы адресовали вот сюда вот, в генеральную прокуратуру. Со своей стороны генеральная прокуратура сразу же организовала мой личный прием господину Килимджанову. 20 апреля мы все помним, как это происходило. После этого, спустя полтора месяца, 6 июня 2022 года, вот такой вот ответ предоставляют. Вот такой вот ответ. На одном листочке. Как говорил господин Елеманов, ни бас ожог, ни аяр ожог. По доводам вообще ничего не расписано. И я считаю, что это у меня в руках чистой воды отписка. Отписка, потому что это не результат изучения уголовного дела, состоящего из 18 томов. Это не тот результат, который должен мне мотивированно ответить, почему было прекращено арестантское уголовное дело. И я вот считаю, что генеральная прокуратура не должна заниматься вот такими отписками. Генеральная прокуратура должна быть генеральной прокуратурой, а не надирающим органом, который демонстрирует нам понты на уровне государства. По результатам этого приема меня записали к начальнику службы уголовного преследования, господину Шалабаеву. Состоится он 7 июля 2022 года. Ну, посмотрим, что решит руководство. Ну и главное, что хотелось бы сказать в конце. У нас в нашей стране должна быть система сдержек и противовесов. Вот генеральная прокуратура, ну вообще в целом надирающие органы, органы прокуратуры, в себе сосредоточили весь потенциал правоохранительных органов. Они контролируют полностью все и везде. Кого привлекать, кого не привлекать. Даже простой пример. Мы не помним ярких примеров, чтобы где-то какого-то прокурора уличили в халатности, или что-то там его где-то поймали на каких-то там правонарушениях. Нету такого. Зато масса примеров есть с полицейскими. Почему такое происходит? Потому что даже если к прокурору обратиться за какой-то санкцией, чтобы провести негласные следственные действия в отношении нижестоящего прокурора, то высшестоящий прокурор обязательно предупредит нижестоящего прокурора. И ничего не случится, ничего не произойдет. Поэтому они очень сильно себя вот так вот поддерживают, в одной связке находятся. И поэтому нету никакого противовеса. Противовеса перед прокурорами. И я каждый день разговариваю со следователями, не буду говорить кто конкретно, но все они как минимум жалуются на эту беспонтовую трехзвенную модель, контролируя весь ход следственных действий и мероприятий. И это малая часть. И максимум они просто решают, идти этому уголовному делу в суд или не идти. И самое интересное, что они даже это письменно не говорят. Им достаточно сказать устно, что это дело в суд не пойдет. И все. И оно действительно так происходит. Оно не уходит в суд. И помните, когда мы разговаривали еще в прошлом году с помощником из городской прокуратуры нашей столицы? Они сказали, что извините, мы уже выразили свою позицию по этому делу. И соответственно она не поменяется. И мне непонятно, почему она не меняется. Ведь по состоянию тогда уголовное дело состояло из 11 томов, сейчас оно состоит из 18 томов. То есть добавились материалы. 7 томов доказательства прибавилось. У нас есть результаты экспертизы. У нас есть новые доводы, новые доказательства, новые обстоятельства. И это все равно не меняет позицию городского прокурора. И даже здесь вот они мне пишут, что разъясняют, что надзор за уголовным делом осуществляется прокуратурой города Нур-Султан. И надзорный орган после изучения материалов и проверки законности утвердил постановление о прекращении досудебного производства. Все. И самое интересное, никто же не объясняет, почему оно прекращено. И почему он не согласен с моими доводами. То есть по сути он не опровергает мои доводы. Он просто говорит, что я так считаю. А как же закон, как же УПК, как же наша доблестная конституция? Ничто не соблюдается. То есть мы по сути сейчас, откровенно говоря, говорим о том, что нет управы. Нету никакой управы. Поэтому я считаю, что здесь именно наше правительство, депутаты парламента, депутаты обоих палат нашей парламенты должны задуматься над этим. Почему у нас здесь сейчас есть серый кардинал, который все в себе сосредоточил и начинает, на мой взгляд, просто управлять нашими отношениями и нашими правами. И это неправильно. В любом случае должен быть какой-то отдельный орган, который бы контролировал прокуроров. Вот результат того, что происходит сегодня в нашем правовом государстве. Они занимаются отпиской. И по сути этот ответ, он вообще ничего не стоит. Нужно что-то менять, господа. Обращаюсь к нашим подписчикам. Если вы разделяете со мной мою точку зрения, я вас всех жду в комментариях. Давайте пообсуждаем эффективность работы органов прокуратуры.